МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша и дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. В школах Республики прозвенели последние звонки. И для учителей, и для родителей, а особенно для самих выпускников это самый волнующий момент в жизни. Какие воспоминания останутся в памяти нынешних 11-классников в нашем репортаже? На крыльце школы, в последний раз надев форму ученика гимназии номер 5, выпускники фотографируются на память. Теперь воспоминания о школе сохранятся только на этих снимках. Во всех школах России прозвенел последний звонок. И для учителей, и для родителей, а особенно для самих выпускников это самый волнующий момент в жизни. Очень жалко, очень не хочется расставаться. Ко всем так сильно привязалось. Я надеюсь, что мы будем встречаться, созваниваться, гулять. Очень рад, что скоро начнется новая жизнь. Скоро я проявлю себя в другом месте, в университете. Но, с другой стороны, я немножко переживаю, потому что уже прощаюсь с родной школой. Я хочу поступить в Казань. Хочу выехать из родного города, чтобы повидать другой. По традиции, с торжественной линейки во взрослую жизнь юноши и девушек провожают первоклассники. А вот, кстати, родители волнуются ничуть не меньше, а, возможно, даже больше самих выпускников. Он уже стал совершеннолетним. Я просто в таком состоянии, что ребенок повзрослел, стал взрослым человеком. Прошел такую школу, как гимназий номер 5. Я считаю, прекрасное заведение, одно из лучших в нашем городе. Так что все пути открыты для него. В этом году школы республики заканчивают более 6,5 тысяч 11-классников. Поздравить выпускников гимназии номер 5 приехал и глава Чувашии Михаил Игнатьев. То, что эти 11 лет прошли очень быстро, практически как один день, это тоже я хочу подчеркнуть, ибо все эти молодые ребята, которые сюда пришли учиться, они прошли очень хорошую школу. Вы талантливые, вы креативные, у вас есть целеустремление. И все эти качества, все параметры будут вам в этой жизни помогать. Трогательные песни, красивые стихи и видеопоздравления – все это последний звонок. Те, кто покидают школу, еще долго будут с ностальгией вспоминать, как первый раз переступили ее порог и нашли там верных друзей. Впрочем, это еще не окончательное прощание со школой. Впереди экзамены, и уже в этот понедельник начинается сдача ЕГЭ. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Последние звонки прозвенели в выходные, а уже сегодня начались первые испытания. Вопросы проведения единого госэкзамена и лицензирования управляющих компаний обсуждались сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В этом году более 6,5 тысяч выпускников сдают единый госэкзамен. По словам министра образования Владимира Иванова, в Чувашии уже приехали два федеральных инспектора Рособорнадзора. Как и в предыдущие годы, среди основных экзаменов русский язык и математика. Математика делится в этом году, в отличие от прошлых лет, на два. Уровень это базовый. Это дает возможность гуманитариям сдать на предмет, сдать, сдал, не сдал. В принципе, а профильный уровень сдают те выпускники, которым нужна математика для продолжения обучения в УЗИ. Традиционно следует за этим предметом общесознания. Радует, что в последние годы динамика растет именно доля выбирающих физику, биологию, химию, информатику. Главная задача – обеспечить безопасность и честность сдачи экзаменов. Даже наличие сотового телефона в сумке может стать причиной удаления. А это, в свою очередь, лишает выпускника возможности пересдать ЕГЭ. Важно обеспечение информационной безопасности. Здесь, кроме офлайн, это вот запись идет, о чем я сказал, во всех аудиториях и онлайн. Конечно, в этом году мы постарались сделать так, чтобы и глушилки работали, и КИМы доставляли специализированной связью. Кстати, они как раз уже в пути к 9 часам во всех пунктах они будут. И кроме этого пропускного режима, как и прошлые годы, мы обеспечиваем, привлекая частные охранные предприятия, металлоискатели. К другой теме. До 1 мая управляющие компании, работающие в Чувашии, должны были пройти лицензирование. Те, кто не прошел эту процедуру, должны управлять до того момента, пока их дома не будут переданы новым законным организациям. В Чувашии 163 управляющие компании, из них 147 подали заявки на лицензирование, и лишь 119 его прошли. В числе основных причин – недобросовестное раскрытие информации. Большинство управляющих компаний, которые не получили лицензии, работают в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Фурнарах и Батрево. Глава Чувашия обратил внимание на возможность недобросовестного ухода компаний с рынка. Знаете, что управлять не будут, все на самотеке, какие-то дома без воды могут остаться. По всем домам, по всем управляющим компаниям объявлен конкурс на определение новой управляющей компании. Как было отмечено, до 1 июля должны будем выбрать, определить управляющие компании и закрепить все дома. Проблемы, о которых вы говорите, держим на контроле. Теоретически они возможны. Возможен и вывод средств при сборе средств населения, и неоплате по строчкам коммунальных ресурсов. Здесь мы проверки проводим, и в случае нарушения направляем материал в прокуратуру. Из 17 управляющих компаний 14 получили, 3 компании не получили лицензии. Одна не подала заявление, два их лишили лицензии. Всего 4 дома, менее сложная ситуация, чем в Чебоксарах или в Канаше. Поэтому до 10 числа состоялись собрания собственников по трех квартирным домам, которые выбрали форму управления как ТСЖ. По одному дому управляющая компания МУП УК в ЖКХ на сегодняшний момент уже приняла на обслуживание этот дом. Глава Чуваши поручил местным властям пристально следить за ситуацией, чтобы ни один дом не остался без управления, и организации, не прошедшие лицензирование, не бросали жильцов с их проблемами. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чебоксарах прошло предварительное всенародное голосование по выдвижению кандидатов на сентябрьские муниципальные выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Для этого столицу разделили на 21 округ. Проголосовать можно было на 106 участках. В таком формате праймерис проводится впервые. Раньше проходило внутрипартийное голосование по выдвижению кандидатов. На этот раз партия «Единая Россия» выставила кандидатуру на всеобщее обсуждение. Кто-то пришел познакомиться с будущими народными избранниками, кто-то поддержать социальный курс выбранной партии. Хотел бы проголосовать, посмотреть, как они себя появляют, наша новая «Единая Россия». Как житель Чебоксар в предварительном голосовании принял участие Михаил Игнатьев. 11 июня Госсовет Республики должен объявить о старте выбранной кампании руководителя региона. Кроме того, что действующий глава Чувашии намерен принять в них участие, свою задачу он видит и в обеспечении легитимности и законности выборного процесса. Открыта вся честность – свидетельство уважения кандидатов к своему электорату. А избиратели сегодня стали более активны и ответственны. Народа очень много. Инициативных, неравнодушных людей. Это мне нравится. Люди интересуются политикой, не только экономикой, не только вопросами жизнеобеспечения. Несмотря на то, что праймерис проводился по выдвижению кандидатур в Чебоксарское городское собрание депутатов, многие избиратели были настроены поговорить и о выборах главы Чувашии. Игнатьев меня устраивает. Я никого другого не вижу, как Путин, а у нас. Итоги праймерис, так же, как и выборов, будут подведены позднее. Но, как справедливо заметил глава Чебоксар Леонид Черкесов, спрогнозировать их можно было бы заранее. Кто активно работал в округе, кто активно встречался с жителями, кто пытался решать их проблемы и решает эти проблемы округа, действительно, они набрали хорошие результаты. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Предварительные итоги весенних полевых работ и строительства дорог – все это обсуждалось в Доме правительства. В минувшие выходные глава Чувашии провел совещание в режиме визиоконференции. Чувашия заняла пятое место в топе инновационно развивающихся регионов России. Именно с этой новости началось еженедельное совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов нашей республики. Мы с вами, с учетом того, что эффективно работали, получали деловой климат, заняли и вошли практически, заняли пятое место, вошли в число десяти регионов инновационно развивающихся регионов Российской Федерации. Это очень важно после Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Калужской области. И дальше там еще пять регионов. Это как раз говорит о том, прежде всего, что, несмотря на отсутствие богатых природных ресурсов, мы констатировали с вами и приоритетом нашей государственной политики было обозначено вкладывать инвестиции в человека, в умы людей и через инвестиции в человека получать новые инновационные современные товары, которые конкурентны, прежде всего, на потребительском рынке. Пожалуй, самая актуальная тема на сегодня – это завершение полевых сельскохозяйственных работ. 2,5 миллиарда рублей – такова цифра государственной поддержки агропромышленного комплекса. А это на 5% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день яровые, зерновые, зернобобовые культуры в сельхозорганизациях и крупных КФХ посеяны на площади 194 тысяч гектаров или 98% от запланированного. В том числе кукурузное зерно посеяно в этом году уже свыше 2000 гектаров. Сельхозтовопроизводители, следующий слайд – Аликовского, Батровского, Бурнарского и Брис, Канарского, Комсомольского, Порецкого, Ядровского и Яльческого района полностью выполнили план сева яровых, зерновых, зернововых культур. У нас осталось сеять около чуть больше 3000 гектаров. Я думаю, что в течение этих выходных они полностью будут посеяны. Что касается строительства автомобильных дорог в сельских населенных пунктах, то на это планируется выделить 156 миллионов рублей. В частности, 50 миллионов предусмотрены на продолжение строительства и реконструкцию автодорог в Канарском, Бурнарском, Брисенском, Красноармейском, Маргаушском, Порецком, Шумерлинском и Яльчикском районах. В 2015 году предусматривается строительство, начало строительства в 115 населенных пунктах дорог с облегченным покрытием, щебеночным покрытием по новому стандарту, который разработан в 2014 году и утвержден в октябре месяце в Центре стандартизации. В 115 населенных пунктах общая протяженность составляет 106 километров. В данных населенных пунктах проживает порядка 97 тысяч человек, на что планируется 101 миллион рублей из Дорожного фонда Чувашской республики и более 5 миллионов рублей из бюджетов местных муниципальных образований. Еще одной горячо обсуждаемой темой стали случаи бешенства среди животных в нашей республике. Они уже выявлены в 14 районах Чувашии. Так как постоянные чаги бешенства находятся в дикой природе, их невозможно ликвидировать, потому что вирус в движении может передаваться одного животному к другому. Единственный выход – максимальный охват вакцинации. За 2014 год под ведомственным учреждением госпецслужбы привиты против бешенства с профилактической целью, а также в небополучных угрожаемых зонах более 145 тысяч голов крупного рогатого скота, более 61 тысяч мелкого рогатого скота, более 3 тысяч лошадей. На видеоконференции обсудили и другие вопросы. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Один из способов эффективного использования муниципального имущества – сдачу в аренду помещений, в основном нежилых. Доходы от аренды – один из источников пополнения доходной части бюджета. При этом местные органы власти должны строго следить за тем, чтобы арендаторы соблюдали условия договора. Больше всего имущества, предназначенного для сдачи в аренду, разумеется, в Чебоксарах – 568. Нежилых помещений общей площадью – 90 тысяч квадратных метров. Арендаторы подыскивают посредством аукциона. Это первое непреложное условие. Полная информация об аукционах размещается на сайте горком имущества и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Только в 2015 году по результатам аукционов заключено уже 28 договоров аренды. Второе условие – муниципальное имущество должно содержаться в надлежащем виде и использоваться по целевому назначению. Третье – арендная плата в казну должна поступать в срок и в полном объеме. Сегодня именно этот пункт договора нарушается чаще всего. Например, долг за аренду помещений одному из развлекательных центров – почти 3,5 миллиона рублей. По состоянию на декабрь 2014 года, когда произошла смена собственников, состояние было, ну скажем, не из лучших. Были определенные долги уже на то время. На то время существовали другие обязательства различные. И сейчас, ну, наверное, учитывая и общую финансовую ситуацию в стране, может быть, в связи с этим тоже. То есть резко упала выручка и существуют другие проблемы. Но новые собственники намерены рассчитаться по всем долгам, ну, обещали в ближайшее время. Арендаторы, надлежащим образом исполняющие обязательства по договорам аренды, получают преимущественное право на заключение договоров на новый срок. Кроме того, им отдается приоритет при продаже помещения в собственность. Впрочем, лишиться преимуществ тоже довольно просто. Нежилые помещения по проспекту Ленина 35 были переданы в аренду коммерческой организации для подмагазин и офис. До 2014 года арендатор добросовестно оплачивал арендные платежи и обратился с заявлением о приобретении преимущественного права выкупа этих помещений. Основным условием заключения договора о при продаже было отсутствие задолженности. Но в 2015 году арендатор перестал платить арендную плату и, соответственно, потерял это преимущественное право. И было принято решение об отмене преимущественного права. В 2014 году в республиканский бюджет Чуваши от управления и распоряжения государственным имуществом поступило 590 миллионов рублей. В местные бюджеты около 2,5 миллиардов. Почти на 40% больше, чем в 2013 году. В Чебоксарах на центральном стадионе Олимпийский вовсю идут работы по реконструкции и подготовке к командному чемпионату Европы по легкой атлетике, который пройдет здесь в июне 2015 года. Чувашская республика – активный участник федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта, которую Минспорт России начал еще 10 лет назад. Программа предусматривает развитие в регионах спортивной инфраструктуры. Наша республика – одна из первых включилась в работу. За это время в Чувашии на условиях софинансирования построено и реконструировано более 50 объектов. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов выделено свыше 5 миллиардов рублей. На сегодняшний день ведется строительство еще 9 спортивных сооружений. Из них 7 объектов новых планируется ввести в ближайшее время в городе Чебоксары. Для того, чтобы все выделенные средства были использованы по целевому назначению, у нас ежегодно проводится совместная работа с органами финансового контроля. На каждом объекте у нас ведется отдельный технический надзор. У нас закреплены отдельные специалисты, которые работают совместно со строительными организациями, которые проверяют цены на материалы, цены на оборудование и, конечно же, цены на строительные монтажные работы. Такая совместная работа дает положительные результаты. За годы реализации программы ни один объект не был заморожен. Самый большой объем работ на Олимпийском. «Разминочное поле полностью реконструировано. Там будет уложено покрытие, которое лежит на основной арене. Это есть требования для проведения чемпионатов Европы, мира. На разминке спортсмены должны бегать по такому же полю, по такому же покрытию, по которому будут бегать на основных соревнованиях. Раньше там лежало несовременное покрытие. Это еще один плюс для нашей организации». Еще один плюс реконструкции – новые помещения под офисом, медицинский центр для спортсменов для восстановления после тренировок и пресс-холл для спортивных пресс-конференций. Все это останется в распоряжении республики после проведения чемпионата. Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. 56 конкурсных кинофильмов и свыше десятка тысяч кинозрителей. В Чебоксарах завершился восьмой международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Позади неделя конкурсных кинопоказов и творческих встреч. В эти дни в Чебоксары съехались именитые мастера кино, начинающие актеры и кинорежиссеры, которые представили на суд зрителей несколько десятков игровых и документальных фильмов. Основной идеей фестиваля была поддержка кинематографистов из регионов России. В рамках фестиваля прошли конкурсные показы кинолент, посвященных малым народам страны. Специальный приз главы Чувашии в номинации за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве получил фильм Рамиля Солохуддинова «Белая-белая ночь». Итоги фестиваля подводились по 21 номинации. Чувашия была представлена двумя кинолентами. Фильм «Хорла» Марата Никитина взял приз за лучшую режиссуру, а фильм режиссера Владимира Синяева «Куратор» был отмечен в номинации за лучшую актерскую работу. Гран-при фестиваля завоевала картины Нигины Сайфулаевой «Как меня зовут». Приз – это всегда мнение сегодняшнего состава жюри. Это не судьба вашей картины. Это всегда победа, если вы оказались в кругу своих коллег. И вообще оказаться, по-моему, в пуле такого специалиста, как Сергей Александрович Лаврентьев – это большая удача и уже победа. Уже второй год подряд на Чебоксарском кинофестивале представлена отдельная премия интернет-блогеров. Культурная жизнь нашей республики перемещается потихонечку в интернет. О ней пишут, о ней говорят. Это очень важно для интернет-среды и очень важно, чтобы в интернете как можно больше появлялось об этом интересной информации. В этом году Чебоксарский кинофестиваль вышел за пределы города. Актеры и режиссеры проводили творческие встречи не только в Чебоксарах, но и в районах республики. Я переезжала без сил от увиденного, от прочувствованного, от таких встреч, которыми я буду жить очень долго. Тот прием, который оказывали мне, я пыталась этому соответствовать. Вот. Поэтому я не хочу уезжать и придется это сделать. Мне будет очень не хватать ваших сердец, этой радости, этого гостеприимства высочайшего класса. Встречи со зрителем вдохновляют гостей на создание новых творческих проектов. Так молодой режиссер Владимир Вобликов уже строит планы съемок художественного фильма в Чебоксарах. Есть сейчас идея, то есть есть сценарий определенный, да, художественного фильма полнометражного. К следующему кинофестивалю возможно, что мы сможем уже его представить. Среди более чем ста мероприятий фестиваля прошли специальные программы. Экранизация русских народных сказок. В кинотеатрах проходили ретроспективные показы фильмов, посвященных юбилею Победы. В рамках празднования Года литературы в России были показаны фильмы «Великая литература» глазами Александра Сокурова. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, «Республика». Это все к этому часу. Я с вами прощаюсь. Итоги дня под ветем в вечернем выпуске программы «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова